Заслуженный тренер России. Губернатор вручает награды спортсменам, их наставникам, ветеранам, участникам специальной военной операции. Тем пензенцам, которые посвятили свою жизнь борьбе. В областном центре отмечают Всероссийский день самбо. Этому виду спорта в 2023-м исполнилось 85 лет. Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, самооборона без оружия стала яркой и понятной для миллионов людей визитной карточкой нашей национальной физической грибовой спорта. Владение самообороны без оружия много раз спасало советских бойцов. Это было во времена Великой Отечественной войны, Ирганистане, и других горящих точек. Сегодня приемы борьбы эффективно используют участники специальной военной операции. Праздничная церемония проходит во дворце единоборств воейков среди награжденных Софья Салуянова и ее тренер Виталий Салуянов. Девушка стала победительницей первенства мира по самбо, который проходил в октябре в Бишкеке. Самбо – это наш исконно русский, российский вид спорта. В 1938 году он именно нами был изобретен, взят из разных видов единоборств. Но это прежде всего идеология. Идеология самообороны. То есть мы доводим до ребят, что мы ни на кого не нападаем, мы обороняемся. Открытые соревнования области посвятили Всероссийскому дню самбо. Их участниками стали спортсмены в возрасте от 11 до 14 лет. Парни и девушки из Пензы разных районов региона. Мордовии, Донецкой Народной Республики. Дмитрий Шабалин занимается борьбой почти 9 лет. Самбо мне дает уверенность в себе. Это в первую очередь, потому что ты можешь себя защитить и семью. Хочу также самозаниматься самбо, выигрывать соревнования и, возможно, дать чемпионами. Донецкий спортсмен стал победителем в своей весовой категории. Юных борцов чествовали сразу после окончания состязаний. Кстати, команда Пензенской области совсем недавно завоевала кубок главного судебного пристава Москвы по самбо. Это переходящая награда. Она будет храниться в нашем городе как минимум год. Редактор субтитров А.Семкин